Но мы продолжим экономическую тему, далее поговорим о том, правда ли то, что россиян штрафуют за то, что те открывают иностранные счета, почему в России продлили валютные ограничения и как это скажется на обычных гражданах Российской Федерации. С нами на связи Татьяна Михайлова, экономист, приглашенный профессор Университета штата Пенсильвания. Добрый вечер вам, Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот появилась такая информация, несколько дней назад журналистка российского коммерсанта рассказала, что несколько ее знакомых, переехав за границу, получили штрафы за валютные переводы с иностранной карты на другую иностранную карту. И якобы эти штрафы в 20-кратном размере от суммы перевода. Во-первых, правда ли такое может быть? И в каких рамках закона это, если это так? Ну, во-первых, мне кажется, что история пока что придуманная, с другой стороны, это действительно могло случиться согласно российским законам. Дело в том, что правила валютного контроля, которые были приняты в течение многих лет, они были приняты для того, чтобы избежать уклонения от налогов людьми, которые пытаются проводить сделки вне юрисдикции Российской Федерации. То есть, если я там занимаюсь каким-то бизнесом и получаю прибыль, я могу эту прибыль скрыть от России и не взблодить налоги. И тогда, значит, по правилам валютного регулирования требуется, чтобы я проводила все сделки через российский счет. То есть, по закону, по этому закону, два человека, которые являются гражданами Российской Федерации, не могут между собой рассчитываться в зарубежных счетах. Они обязательно, чтобы послать друг другу деньги, должны переводить их через российский банк. То есть, сначала в Россию, а потом уже обратно из России. И за нарушение этих правил полагается, конечно, штрафы, да, вплоть до 20-кратного размера. Кроме этого, существует еще много других различных требований. Человек, который имеет зарубежный счет, должен отчитываться о движении средств по этому счету. Если он не отчитывается, на него тоже может быть наложен штраф. Если ты не задекларировал этот счет на тебя, тоже может быть наложен штраф и так далее. То есть, штрафов много, и они могут действительно применяться в абсолютно абсурдных ситуациях. И это действительно реальное опасение. А обычных людей они касаются? Просто хочу понимать, вот если мы, например, со Славой из России уехали, допустим, в Литву, открыли себе там банковские карты виза и обмениваемся по этим картам деньгами. Слава перекидывает мне, а я ему, нас могут за это штрафовать в России, если мы там резиденты России, граждане России? Есть закон, по которому, если ты не находишься в России в течение 173 дней в году, ты не являешься налоговым резидентом, но ты при этом продолжаешь быть валютным резидентом. Но для такого типа резидентов, которые не являются налоговыми резидентами России, правила немного смещены. И возможные транзакции, которые тебе позволяют делать с зарубежными счетами, спектр этих транзакций расширен. То есть это все зависит сильно от ваших обстоятельств. В принципе, обыкновенный человек совершенно точно может попасть под штраф, если он случайно не выполнит какие-то требования. И таких случаев очень много. Я знаю лично человека, мою лично знакомую, на который наложили штраф за то, что она не отчитывалась о движении средств по счету, который просто случайно оказался не закрыт. На счету было ноль денег, и она про него забыла. И за несколько лет ей пришли штрафы за то, что не было отчетности. Как налоговая это проверяет, как она всех фиксирует, как вообще этот процесс происходит? Существует международная система обмена банковской информацией. И когда мы открываем счет за рубежом, мы указываем на самом деле налоговый номер в Российской Федерации, в стране резидентства, а также в других странах, если мы являемся налоговыми резидентами других стран тоже. Татьяна, вот в частности, валютную историю мы продолжим. В России с марта ввели существенное ограничение, Центробанк ввел на валютные операции. Некоторые ослаблялись, некоторые оставлялись. То есть какие сейчас действуют и вообще как это отражается на населении? Сейчас продолжает действовать запрет на требования вкладов валютных в наличной валюте. То есть если у меня есть валютный вклад, я не могу пойти в банк и потребовать, чтобы банк мне выдал этот вклад наличными деньгами. Наличными долларами, наличными евро или наличными другими валютами. Ну, кроме 10 тысяч на человека, или эквивалента 10 тысяч долларов на человека, если я положила эти деньги на счет до 9 марта этого года. Вот эти ограничения действовать должны были до 9 сентября. Их заранее продлили еще на полгода. И причина этого продления в том, что в Россию запрещено ввозить наличную валюту. И поэтому, если разрешить гражданам требовать у банков наличную валюту, банки могут оказаться в ситуации, где у них нет валюты и возник банковский кризис. Вот этого пытается избежать Центробанк. Но одновременно он предписывает, что если ты хочешь забрать свой вклад, ты можешь получить его рублями по биржевому текущему курсу. То есть это вот такой вот компромисс, который до сих пор действует. Все остальные валютные ограничения на переводы, которые вводились в первые дни недели в месяц войны, они в принципе сейчас сняты. То есть фактически сейчас действуют ограничения на переводы вплоть до миллиона долларов, кажется. Но это, конечно же, не актуально для обычных граждан. Да, но тем не менее, все вот эти ограничения по данным из России, что за прошлый месяц, за июль, россияне купили рекордное количество валюты. То есть вот несмотря даже на вот эти комиссии банков и так далее. То есть люди пытаются таким образом как-то сохранить свои средства, то есть предчувствуют ослабление рубля. Я подозреваю, что да, они ожидают, что рубль будет слабеть, во-первых. Во-вторых, что российская банковская система может все-таки не выдержать. И я думаю, что часть этой валюты, если не большая часть, выводятся за границу, просто люди пытаются вывести свои деньги куда-то в другие юрисдикции. Российские СМИ активно пишут, что вот сейчас растет популярность юаня среди россиян. Вот что это может стать альтернативой, как они говорят, неугодному евро и доллару вражескому. Действительно ли россиянам может быть выгодно держать свои сбережения в юанях? Ну, я думаю, что если выгодно в юанях держать сбережения, то ли только потому, что другие валюты недоступны или условия по ним гораздо хуже. Понятно, что в обычной ситуации никто бы к юаню не обратился, как к такой вот валюте сбережения, поскольку с конвертацией могут быть опять же такие любые проблемы. И юань до сих пор не является свободно конвертируемой валютой, которую легко обменять или переводить по миру. Это вот, ну, в критической ситуации возможно, да, но предпосылок к этому не было. А вот недавно также в России задержали четырех москвичей по обвинению в организации сети нелегальных пунктов обмена валют. Мы уже обсуждали тоже эту тему ранее, о том, что там и через телеграм-каналы сейчас можно купить доллары вплоть до такого между собойчика, условно говоря. Ты мне продала, я у тебя купила. Насколько вот развивается этот черный рынок, нелегальный рынок валюты в России сейчас? И к чему это может привести? Ну, понятно, что банки, поскольку дефицит наличной валюты в банках есть, и банки сейчас маржу между обменными курсами ставят очень высокую. Это невыгодно, и граждане сами по себе с удовольствием обменивались бы с более узкой маржой. И вот это то, что граждане пытаются делать. Пытаются обмениваться между собой валютой и рублями. Ну, все знают, наверное, историю с классическую экономическую системой Хавала, когда на Иран наложили санкции. Люди для того, чтобы международные переводы денег делать, они просто находили человека, которому нужно было сделать перевод в обратную сторону, и обменивались деньгами так, чтобы они не пересекали границы государств. Ну, ты мне, а я тебе. И вот в России уже тоже начинаются такие частные, может быть, сети людей, которые самым организуются для того, чтобы помочь друг другу. Татьяна, есть еще одна информация, что российский бизнес массово перестал платить налоги. Вот еще к концу мая, по данным Росстата, налоговая задолженность составляла 83, почти с половиной миллиарда рублей. То есть сейчас, наверное, цифра еще больше. То есть какой выход из этой ситуации и как это может ударить по российской экономике? Ну, выходов из неплатежей налогов всегда два. Либо списание, либо некоторое государственное, скорее, финансирование этих налоговых задолженностей. То есть государство даст кредит приятелю для того, чтобы они смогли погасить задолженность. Ну, или банкротство. То есть на самом деле три выхода. Но один из них как-то реализуется. Возможно, какие-то предприятия будут спасены таким образом через государственные кредиты. Ну, тут трудно сказать. Надо смотреть индивидуально. Спасибо, Татьяна. Спасибо, что так доступно все объяснили. Татьяна Михайлова, экономист, приглашенный профессор Университета штата Пенсильвания. Была с нами на связи. До свидания. Доброе утро.